Книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. В детском саду «Березка» полнейшая тишина. Дошколят переселили на время ремонта в первый корпус. Два месяца в эти группы ходили взрослые, а точнее воспитатели и няни, которые на время переквалифицировались в маляров штукатуров. Из них получились и отличные декораторы, о чем свидетельствует эта радуга. Пока дети отсутствуют, в 10 группах данного корпуса произведен косметический ремонт своими силами. То есть воспитатели, няни, коридорные красили стены, красили потолки в групповых, в раздевальных комнатах и в спальнях. И вы уже видите, что на сегодняшний день данные групповые комнаты уже готовы к приему ребятишек. Все чисто, красиво. Художественный талант своих воспитателей и нянь ребята смогут оценить уже 1 сентября. Когда откроются обновленные группы. Но прежде бригаде уже профессиональных ремонтников предстоит завершить работу в пищеблоке. Сегодня здесь сконцентрированы все силы. Выполнена укладка плитки. Это процентов уже на 80-90. Заканчиваем малярные работы, выполненные практически, тоже на 80%. А вот систему электроснабжения уже полностью заменили. Из того, что предстоит установить смесители и мойки. Они настолько большие, что мастера называют их ванночками. Все, что нужно в этом объеме, все выполним, все сделаем, чтобы было красиво и качественно. Не так давно Коголымская березка отметила свое 30-летие. Многие из сегодняшних родителей сами когда-то ходили сюда. А потому отмечают, что несмотря на время их детский сад становится все уютнее с каждым годом. Кристина Скворцова, Михаил Суханов. Специально для новостей.